14 сентября в некоторых муниципальных образованиях Подмосковья, в том числе в Солнечногорском районе, пройдут выборы в представительные и исполнительные органы власти. Средства массовой информации начнут освещать избирательную кампанию с момента выдвижения кандидатов. Выбирать будут у нас советы депутатов в этих поселениях. Это городское поселение Солнечногорск, городское поселение Ржавки, городское поселение Поварова, сельское поселение Смирновское, сельское поселение Пешковское и сельское поселение Луневское. В части из этих поселений, например в городе Солнечногорске, из состава совета депутатов в дальнейшем будет избран глава. Во всех поселениях, кроме городского поселения Солнечногорск, избирательная кампания уже стартовала. В Солнечногорске выдвижение кандидатов состоится 4 июля. Представители МОЗа обл. избиркома напомнили основные нормативные документы, которыми должны руководствоваться СМИ во время кампании. А также упомянули, что в соответствии с рядом федеральных законов, все кандидаты обладают равными правами. Проводить агитацию в СМИ кандидаты могут в течение 28 дней до выборов. При этом важно помнить, агит-период заканчивается за сутки до дня голосования. Сейчас с момента выдвижения кандидаты имеют право агитировать за себя по средствам встреч с избирателями, выпуск листовок, агитация в устной форме. Но вот это все можно проводить уже сейчас. Разрешивают билборды. То есть с момента выдвижения, как только выдвинулся кандидат, открыл свой счет избирательный, с этого момента он может соответственно за себя агитировать, но не в средствах массовой информации. Государственные радио и телекомпании, печатные СМИ должны равномерно и бесплатно распределить время и площадь для агитации. Частные компании могут взимать плату за предоставленный эфир или печатную полосу. Только для всех кандидатов цена должна быть одинаковая. Также под строгим запретом так называемый черный пиар. Кроме того, всю информацию этого периода перед публикованием необходимо перепроверять, уточнили в избирательной комиссии Московской области. Мы вам просто рекомендуем, приходит кандидат, приносит вам такой материал, если он упоминает о каком-то судебном решении, значит у него должно быть судебное решение. То есть, что это не просто так, что потом у нас вот эти тяжбы не были судебные, что вы кредитнического характера опубликовали материал, а на самом деле все это не соответствует действительности. Представители МОЗ обл. избиркома рассказали, в преддверии выборов появляется довольно много новых печатных изданий. Но не все из них могут участвовать в компании. Средства массовой информации, созданные менее чем за год до начала предвыборного периода, не имеют права предоставлять эфирное время и печатную площадь. Исключение предусмотрено только для СМИ, учрежденных самими избирательными объединениями. Татьяна Баури, Евгений Корнилов, Снышногорское телевидение, информационная программа «Наше время».